Добрый вечер, друзья! Сегодня пятница и в эфире программа «Город С». Я, Мариана Мирна, и сегодня у меня в гостях, ну, человек и пароход, можно сказать, ученый, преподаватель истории, исторических наук, кандидат, доктор, доктор исторических наук. Краевед, экскурсовод Глеб Владимирович Алексушин. Здравствуйте! Здравствуйте! Глеб Владимирович, ну вот наш брат-журналист часто к вам обращается тоже за какими-то консультациями про город Самару, про окрестности Самары. Студенты вашего знают как преподавателя, зачеты сегодня тоже обсуждали. Вот, но сегодня хотелось бы поговорить вот о чем. Год литературы объявлен в стране, и есть у нас такая интересная штука, как литературная Самара в экскурсиях. Вот на ваш взгляд, насколько много ли в городе таких мест, где вот эта линия могла бы быть прослежена? В какие места можно отвезти детей, взрослых? Вот для каких категорий населения такие вот есть точки, уголки? Ну, спасибо за интересный вопрос. Дело в том, что очень разные есть подходы к экскурсиям. То есть люди специализируются на каких-то темах, которые им ближе и роднее. И мне очень часто говорят, что, например, преподавателям-неисторикам тяжело водить экскурсии по городу. В данном случае как раз преподавателям литературы было бы интереснее вести экскурсии именно по Самаре литературной. То есть симбиоз такой может происходить? Да, да. Литературное краеведение есть такой термин, и он идеально ложится на школьную программу. То есть у нас до сих пор есть и Алексей Толстоев в программе, и Максим Горький. И нет нужды рассказывать о чем-то очень далеком, есть возможность показать на месте вот этих самых людей. У нас Максим Горький, например, примерно около года жил в Самаре, работал сотрудником, кстати, журналистом самарской газеты. Это было на площади революции. У него много было мест с ним связанных. Это и Дно, и Струковский сад, и различные улицы, по которым он любил бродить, и набережная. Вот. Это Алексей Толстой, который жил довольно долго, ну, больше, чем Горький в нашем городе, учился в реальном училище. Жил в усадьбе, которая почему-то обычно называют усадьбой Алексея Толстого. На самом деле эта усадьба принадлежала его отчиму Бастрому. Вот. Ну и проезжих через наш город очень известных писателей, и не только даже русских, но и даже зарубежных, у нас, в принципе, хватает. К сожалению, Александр Дюма отказался в 1858 году сходить на Самарскую землю. Слишком грязно ему показался берег нашего города. Вот. Поэтому он нас не осчастливил своим пребыванием. Ну, мы двигаемся в этом направлении, чтобы... Через 13 лет после этого Александр Второй объявил высочайшее благоволение главе города за идеальный порядок и чистоту в Самаре. Все меняется. Вот. Поэтому у нас есть очень яркие, известные писатели. И, к сожалению, мы даже не про все литературные произведения знаем. Например, в Самаре связан не только автор Буратино, но и знаменитый «Золотой ключик», да, но и «Аленький цветочек» с нами связан, потому что сказка писалась Сергея Тимофеевича Максаковым для внученьки Оленьки, это дочь самарского губернатора. Вот. С нами связан Гарри Михайловский, это «Лягушка-потешественница», детство Тёмы. То есть у нас много и детских писателей, и взрослых. И есть свои самарские. Это особая наша гордость, которая весьма своеобразит наш край. Ну, например, Эдуард Кондратов, который писал очень интересные произведения. Эдуард Кондратов, это люди, которые вот из последних, знаете, вроде бы кажется, дело такое, что раньше все это было хорошо. Нет, у нас вот из двух последних, я считаю, Сергей Паля и Иван Кузнецов. Это вот постапокалиптические такие произведения, но у современной молодежи они пользуются огромным спросом. Это безымянка и ковчег. И мне кажется, что они тоже вот в русле современной литературы. Поэтому есть что показать, есть о чем рассказать. Вот к вопросу, есть о чем рассказать. Вот недавно мы с вами встречались тоже и говорили о том, что, вы рассказывали о том, что экскурсовод нынче в современное время должен быть, ну, больше шоуменом, нежели экскурсоводом. Это, вот на ваш взгляд, это требование времени или так изначально должно было быть, но никто не обращал на это внимания? Потому что и сама тоже школьная программа, прекрасно помню этих пожилых старушек, которые совершенно вот никому это не надо, что они рассказывают однотонно, как-то монотонно. И совершенно никакой интерес не просыпается. А вызвать в ребенке интерес, это же тоже одно из важных моментов. Я думаю, что обе причины работают. Во-первых, и время стало такое, что у нас изобилие информации, информации уже никого не удивишь. А удивить можно только качеством ее подачи, качеством ее компоновки. Но мне кажется, что и за рубежом дело экскурсовода всегда было шоу, потому что в Советском Союзе есть задача, отвели деньги, получили, тема закрыта. А сейчас бизнес. То есть сейчас экскурсовод, который ведет лучше другого, пользуется большим спросом, и поэтому, естественно, он старается. И сейчас обе причины работают. То есть и эмоциональность стала более в почете, и просто к нам пришел западный принцип организации экскурсий. Какие-то кастинги, может быть, будут проводиться для экскурсоводов? Вы знаете, я думаю, что это дело очень даже близкого будущего. Вот мы сейчас ждем новый закон о туризме, по нему будут регулироваться на федеральном уровне вопросы сертификации экскурсоводов. Я думаю, что после этого не кастинг, а именно аккредитация, это добровольное согласие экскурсоводов на то, чтобы их выслушали и дали им какую-то оценку. Или сертификация, то есть уже принудительный такой подход, какая-то комиссия, которая будет собираться, будет слушать, и это будет, да, это будет даже круче, чем кастинг. Но ведь этот человек, он должен и быть знатоком, правильно я понимаю, и быть еще и вот таким шоуменом. Или это может специалист написать грамотный, правильный текст, а выучить его может студент-артист или кто-то? Он должен быть и шоуменом, и знатоком, и плюс еще к этому хорошим психологом, плюс еще к этому неплохим коммерсантом, плюс еще к этому знать правила дорожного движения в совершенстве. Потому что очень много экскурсоводов попадают в оплошности, потому что не посмотрели заранее свой маршрут, не посмотрели, что есть знак, который запрещает поворот налево, требует от водителя автобуса поворачивать. Он говорит, да вы что, я не собираюсь нарушать правила. Вот. И помимо этого, он еще должен быть просто интересным для общения. И это все вместе. Это очень сейчас большие требования к любому экскурсоводу. Здорово, если так все это на такой уровень поднимется. Недавно мы с вами и с детьми были на экскурсии по местам грота, так она называлась. Это один из самарских губернаторов. У нас есть небольшой сюжет на эту тему, давайте его посмотрим. Экскурсия по местам второго губернатора Самары Константина Грота. Для школьников познавательная программа и путешествие по родному городу, по тем его уголкам, в которых дети бывали навряд ли. Мне интереснее увидеть мир вживую, чем написанный в книжке. Это намного интереснее и лучше для тебя. Больше познаешь, больше увидишь, больше получишь. Это же интересно, например, что было и можно делать выводы, что будет, так как история, говорят, по инерции движется и повторяется. Узнать на месте не из книги, а напрямую от экскурсовода. Вот что важно, говорит краевед Глеб Алексушин. Чтобы информация уложилась в голове, детям необходимы впечатления. Только так они запомнят и смогут рассказать другим, например, гостям нашего города. Места Грота не единственная экскурсионная программа. Осенью возобновит свою работу школа экскурсоводов-волонтеров, в которой ребята учатся интересно и увлекательно рассказывать сверстникам об истории родного края. Также с сентября в самарских школах начнут преподавать самароведение для пятых и шестых классов. Глеб Владимирович, ну вот какова была отдача детей? То есть чувствовалась ли она по вопросам, которые они задают? Или по тому, как дальше они интересуются литературой, где можно дальше раздобыть и нарыть эту информацию про вот этих вот людей? Ну, хороший экскурсовод, как правило, это преподаватель изначально. Поэтому, начиная с ними работать, я сразу же настроился на тот возраст, к которому они относились. Поэтому, естественно, отдача была. Отдача была разноплановая, потому что это была тематическая школа. То есть это были ребята, уже заранее заинтересовавшиеся краеведением. И поэтому с ними было даже немножко легче работать. Но даже если был какой-то другой возраст, там того же пятого-шестого классов, можно было бы настроиться и получить отдачу. Без отдачи работать неинтересно. То есть для меня проведение экскурсии – это удовольствие. И если я не справляюсь с тем уровнем, чтобы получить удовольствие, значит и ребята или там взрослые экскурсанты его не получили. Поэтому необходимо стараться. Ну вот сейчас у нас в городе идет такая обширная большая программа, так называемые социокультурные какие-то, социозначимые проекты по всему городу. Их много, да, сейчас обо всех, конечно, не поговорим. Но есть такой проект, ваш проект – «Школа волонтеров-экскурсоводов». Вот хотелось бы об этом поговорить. Какой возраст этих ребят, которые этим занимаются? И не убиваем ли мы здесь двух зайцев, что вроде и дети становятся молодыми экскурсоводами, и те, кто приходят к ним на экскурсии, это как равный равному, свой-своему. Там более такое доступное, может быть, объяснение каких-то важных вещей? Ну, во-первых, в настоящий момент «Школа экскурсоводов-волонтеров» работает. Мы вместе с компанией «Протон» занимаемся как раз организацией этой школы. Сейчас у нас пятый заход, в августе будет шестой, но у них там очень узкая тема. То есть мы сейчас занимаемся только запасной столицей. А вот осенью я буду заниматься более широким спектром. То есть там будет не это, только тема несколько больше. Школы будут, то есть каждый набор будет получать немножко больше информации, но самих заходов будет меньше. И я думаю, что даже те люди, которые вот уже имеют какой-то базис, им будет интересно получить от ведущих этой школы и технологическую, и тематическую информацию. То есть как вести и что показывать. У меня были детские школы экскурсоводов-волонтеров, и детские школы экскурсоводов. И вот та летняя школа, которая была на базе 16-й, вот которую как раз сюжет показывали, 16-й школы, они тоже немножко получили больше представлений об этом. Знаете, здесь не бывает того, что мы какой-то перебор можем сделать. Это нереально. Дело в том, что каждая экскурсия – это уникум. Вот она одна такая, и больше такой другой не будет. Поэтому любая экскурсия, она бесценна. И человек, который побывает на одной, на второй, на третьем, в результате получит гораздо больше. Потом мы стараемся не повторяться. Темы всегда разные. Например, грот у нас как тема, потому что ему в этом году 200 лет исполняется. В следующем году, вот я, например, рассчитываю водить несколько экскурсий, явно будет тематических, по 430-летию нашего города. Потому что это будет юбилей. Допустим, какие-то новые темы появятся. В прошлом году была актуальна тема Первой мировой войны, и я провел несколько экскурсий по этому поводу. Поэтому в каждом промежутке времени есть что-то свое особенно интересное. И повторы меня не пугают. Ну, а для чего мы увеличиваем? Вы знаете, даже этого количества очень недостаточно. Представьте себе, что у нас в городе живет миллион 200-300 тысяч человек. К нам приедет в 2018 году огромное количество гостей. Только стадион планируется на 48, по-моему, тысяч человек. То есть сколько нужно экскурсоводов, волонтеров, которые смогут провести по нескольким темам для такого количества людей. Ведь не все же из нами обученных возьмутся за это. Не все будут в Самаре в это время. Не все смогут. У кого-то там маленькие дети будут. Кто-то будет болен. Кто-то просто психологически не захочет работать. Поэтому мы сейчас стараемся каждый год нарабатывать все больше и больше количества людей, которые умеют водить экскурсии, с тем, чтобы к 2018 году их было достаточно, чтобы их хватило. Но уже сейчас их ресурсов не хватает. То есть вот в рамках школы, которую мы сейчас с Протоном делаем, даже сейчас вот уже два или три было обращения со стороны. И полностью все ресурсы поглощаются. То есть ни от чего не отказываются. Все, кто узнал об этой школе и приглашают экскурсоводов, волонтеров, используют их на 100%. Вы контролируете вот этих ребят, которых вы обучаете, потом то, как происходит? Ну как вам сказать, контролируем. То есть мы не стараемся следить за ними и контролировать, что они делают. Мы стараемся им помочь. Мы стараемся где-то подбросить какие-то материалы, где-то сослаться на чужой опыт, пригласить, что-то показать. Кто-то из них выкладывает материалы для общего пользования. Мы их транслируем другим. То есть идет взаимообщение. Вот. Не контролируем, помогаем, подсказываем. Какие-то, может быть, забавные случаи, казусы какие-то, когда что-то, ну вот вы там подхватили, помогли, может быть, когда человек начал что-то там не то говорить или еще что-то. Или они подготовлены прямо вот? Нет. Очень неэтично лезть в готовую экскурсию к человеку, который преподает. Единственное, единственное, что когда у меня гид работает, то есть я работаю на иностранную группу, и я слышу, что он переводит не совсем то, что мне нужно, я могу влезть со своим переводом, но ни в коем случае не «что ты там говоришь?» Нет. Дополнить, maybe вот так, там, да, сказать, вот какое-то слово использовать на понимание. Это очень аккуратно делается. Никогда нельзя подставлять человека, который работает в процессе. Потом ему можно сделать замечание. Потом в кулуарах. Во время работы не-не. Экскурсант должен видеть, что его экскурсовод весьма квалифицирован. Галип Владимирович, еще хотел вот какой вопрос задать. У нас есть какой-то ресурс, или, может быть, у нас разрабатывается такой интернет, может быть, ресурс, когда, вот поясню, приезжают какие-то гости просто, да, вот, ну, там, элементарно, ко мне какие-то иногородние гости приехали, не спрашивают, куда, что посмотреть, там, и так далее. Естественно, мы лезем в интернет, начинаем что-то смотреть, и совершенно непонятно, то есть, да, тематически заинтересует тебя это или нет. Вот мы знаем общие такие известные, там, 5-6 точек, да, на которые можно хотя бы визуально посмотреть. Есть ли у нас возможность где-то подчеркнуть вот эту информацию именно нашего города, что касается, что будет и визуально интересно, и тематически, и можно, как многие делают, вот раз открыл себе сам, да, прочитал на здание там или на что-то посмотрел, и информацию узнал. Ну, так, по очереди. Департамент туризма создал сайт GoSamara.ru. Считаю, очень неплохой, насыщенный, причем не только по Самаре, но и по области. Хороший сайт. У ТИЦ, туристко-информационный центр, опять же, Самарской области, есть свой сайт, аналогичный и тоже насыщенный. Более того, в Курумыче и на железнодорожном вокзале стоят киоски ТИЦ, где люди могут получить информацию по городу, то есть это для гостей города. Вот, это в таком сжатом, в компонованном формате. Есть очень хороший сайт, другой город, где огромное количество исторической информации и различных исследований, которые проводят блогеры, кто-то из историков. Есть такое сообщество в ВКонтакте, называется «Интересная Самара». Это их же клон другого города, немножко другого формата. Вот там есть очень интересные высказывания, сообщения, информации. Я там иногда подбираю, для чего-то очень любопытное. Есть книги. Книг сейчас много издано для экскурсоводов. Есть путеводители по Самаре хорошие. Есть карты неплохие. То есть, в принципе, информации хватает. Нужно просто знать, где в случае чего найти, чему можно доверять. Даже Википедия, и та дает неплохой объем информации по городу. Встречаются ошибки, но, вы знаете, они настолько неважны на фоне того объема информации, который экскурсовод дает, что одна, две, три ошибочки небольших никакой особой роли не сыграют. У нас же теперь еще можно в автобусах почерпнуть интересную информацию. У нас тоже один из социально значимых проектов прошел перед 9 мая. Это был экскурсионный автобус, так называемый. Было несколько маршрутов. Тоже у нас есть небольшой сюжет. Давайте посмотрим. Куйбышевская железная дорога Куйбышевская железная дорога сыграла решающую роль во время Великой Отечественной войны, связывая тыл с фронтом. За эти годы по ее стальным магистралям перевезено 19 миллионов вагонов груза, в том числе около миллиона цистерн. О наушниках и планшетах в дороге можно забыть. Пассажиры 50-го автобуса теперь внимательно слушают громкоговоритель. Рассказы о Куйбышеве в годы войны с замиранием слушают и сотрудники общественного транспорта. Шутят. Работа теперь приносит не только доход, знания. Про управленческие, то, что заводы там совмещали, совместные для военное время делали. И ГЭС строился на управленческом делу или жилые помещения. Автобус с сюрпризом узнать на улице можно сразу. На нем так и написано «Экскурсионный автобус, знай историю своего города». Тексты составлялись так, чтобы показать памятники, посвященные героям, рассказать о Куйбышеве во время Великой Отечественной и пробудить в жителях гордость за свой город. Мне очень понравился сюжет, связанный с работниками трамвайного депо города Куйбышева, которые непосредственно помогали медработникам города. Они подводили специальные железнодорожные пути к больницам, к вокзалу, для того, чтобы легче было перевозить раненых. После нескольких минут пути на познавательном автобусе пассажиры, преисполненные патриотических чувств от всей души, благодарят ветеранов. Если бы наши предки не выиграли, то нас могло и не быть. Нас сравняли бы с землей. Экскурсионные автобусы можно встретить на трех маршрутах. В 50-м, 56-м и 61-м. Планируется, что познавательный транспорт будет ходить и после праздника Победы, вплоть до осени. Здорово. Мне кажется, очень многие почерпнули большой пласт полезной информации. Сейчас продолжается это, потому что шла как раз речь о том, что продлять, не продлять или, может быть, возобновить осенью. Вот какая сейчас там история? Когда будет обновляться, может быть, вот этот текст, который звучит? Во-первых, давайте для читателей поясним, что я являюсь автором текстов в этих экскурсионных автобусах. Вот, поэтому ко мне, наверное, этот вопрос. Сейчас принято решение, что до конца года эти три автобусных маршрута будут ходить. Это не первый опыт для нашего города. Департамент культуры несколько лет назад уже делал два пробных маршрута, 24-й и 37-й. Сейчас вот у нас маршруты Победы, это 50-й, 56-й и 61-й. И на настоящий момент сейчас, опять же, вот сайт Другой Город, у них грант выигранный по ведению экскурсий в трамвае. Сейчас решается вопрос о возможности проведения подобных экскурсий. И тоже вот такой же путевой информации. Поэтому мне кажется, что мы сейчас сели на интересную тему в городе, потому что я в других городах не сталкивался с процессом. Вот хотел тоже уточнить про практики других. Не слышал, не читал, не встречал. Может быть, где-то это и есть. Но именно в нашем городе, насколько я понимаю, мы освоили технологию, которая нестандартна. Дело в том, что за рубежом в других городах в основном у вас сети-туры. То есть приличная сумма, вы заплатите рублей 300 за то, чтобы прокатиться в автобусе. Да, там удобство в том, что вы можете в любой точке выйти, погулять, вернуться. Следующий автобус вас заберет, вы бесплатно поедете дальше. Ну, в смысле, вы уже оплатили билет. Но, понимаете, там один маршрут, и он за гораздо большие деньги, нежели стоит обычный проезд. И вы на нем не сможете прокатиться из пункта А в пункт Б, потому что остановки его достаточно редки. А здесь обычный маршрут, обычные пассажиры. Причем, если человеку не хочется слушать, он уже прослушал, например, он может подождать следующего автобуса без стикера. А если вот он именно хочет послушать экскурсионный маршрут, то он подождет на этой остановке именно вот автобуса, украшенного надписью экскурсионный маршрут, сядет и за те же деньги, которые с него возьмет обычное транспортное средство, он прослушает экскурсию. Мне приятно, что людям нравится эта экскурсия, потому что я очень качественно старался прописать все моменты, связанные с этими маршрутами. Это не так просто, поверьте, потому что найти на каждом перегоне определенную возможность что-то рассказать, что-то показать, по Великой Отечественной, это очень сложно. И вообще подобная технология непроста. Но, тем не менее, вот раз получается, мы, надеюсь, будем продолжать. И мне кажется, что Департамент культуры заслуживает высочайших похвал за это начинание, уже пятый маршрут. И если не прерывать, если дать каждый год, представляете, опять же, в следующем году будет 430 лет городу. Если опять появится там парочка-тройка маршрутов и будут рассказывать о Древней Самаре, это будет великолепным пополнением вот этой, опять же, группы людей, которые могут что-то рассказать о своем городе. Для нас это очень ценно. Вам, может, компания нужна, а еще какие-то краеведы, историки, которые вникнут в тему? А мы и работаем компанией, конечно, ну, само собой. У нас и есть, ну, так вот, будем говорить, некое сообщество. Мы постоянно вместе, нас человек 10, вот, которые постоянно вовлекаются в те или иные проекты. Вот, ну, и потом есть молодые люди со стороны, которые что-то делают свое. Почему его нет? Пускай делают, прекрасно. Ну, то есть, мне кажется, что чем больше людей этим проникнется и будет что-то свое создавать, тем будет лучше для нашего города. Но ведь мы это делаем не только потому, что это, ну, необычно, да, интересно. Мы же все равно какой-то, ну, понятно, что взрослые, тем более люди работающие, да, они не будут зазубривать, заучивать эту информацию, но на подкорку-то куда-то отложится, да, то есть люди и сами про свой город будут более знающие. Самое интересное, психологи утверждают, что если человек не будет слушать экскурсию в автобусе, да, то он запомнит ее лучше, чем когда будет слушаться. Потому что когда он будет ее слушаться, он будет настраиваться на нее, он ее переведет в сознание. А если он ее слушать не будет, он ее подсознательно будет запоминать, она еще лучше ляжет. Вот, да, улучшим знание, и это тоже хорошо. Потому что когда человек неграмотно будет рассказывать о своем городе, гостям, это плохо. Вот, вы знаете, вот я спрашивал студентов, когда у нас заходили вопросы, зачем заниматься кровеведением, экскурсоведением, я спрашивал вопросов, с чего начинается любовь между мужчиной и женщиной, да. Долго пытались найти точки соприкосновения, сходились на том, что когда они начинают что-то узнавать друг о друге, когда идет информация, и вот тогда возникает интерес, а уже потом чувство. Как можно любить свой город, если ты о нем ничего не знаешь? Когда это для тебя бесконечная череда каких-то непонятных домов, никаких чувств не будет. Поэтому экскурсовод – это человек, который может увеличить возможность любить свой город. И поэтому, вот еще раз говорю, побольше таких начинаний. У нас буквально две минутки остается до конца эфира, и как раз мы подвелись к тому, что вот с такого возраста нужно, да, про свой собственный город знать. С 1 сентября у нас вводится для пятых и шестых классов самароведение, да, такой предмет. Вот коротко, наверное, да, расскажите о том, как это все-таки внедрялось, и надолго ли это практика или это эксперимент? Так, ну, будучи руководителем этого проекта и создателем ряда учебно-технических пособий по самароведению, я хочу сказать, что пока он еще не внедрен, пока это все стадия действительно эксперимента, но я надеюсь, что мы его вводим полностью. Потому что в Самарской области уже, благодаря усилиям современных властей, уже два года, по-моему, краеведение официально тоже введено в процесс обучения. Самара даже, вот, получается, немножко приотстала в этом направлении. И очень хорошо, что сейчас чиновники, которые занимаются образованием, в частности, Самарское управление образования, вот, активно помогают в содействии этому вопросу. И, да, действительно, с 1 сентября мы начинаем обучать ребят. Нужно для чего? Я только что сказал. То есть у нас много людей, не самарцев, которые приехали жить в наш город, им нужно знать о городе, тогда любовь к городу увеличится. У нас есть такая проблема, что многие самарцы молодые уезжают из города. Я надеюсь, что Самара-Веденец снимет часть этой проблемы. И те ребята, которые будут любить свой город, меньше будут желать отсюда уехать. Вот. Ну, действительно, 5-6 класс. Действительно, проблем очень много, потому что с преподавателями будут сложности. Не все сейчас в состоянии вести столь сложный предмет. Нужны специальные знания. Но я думаю, что за несколько лет мы эту проблему решим. И я даже надеюсь, что вполне возможно мы расширим этот объем до Самарской области. То есть из обычного краеведения перейдем в конкретное Самара-Ведение. Не в смысле Самара-Ведение, а в смысле Ведение Самарского региона. То есть Самара-Ведение, как для всей области. И единой какой-то командой будем обучать школьников. Литературу сами будем создавать? Учебник? Учебный? Уже есть. Все готово. Я учебник подготовил. Да, учебник готов. Он, скорее всего, в августе уже будет готов к использованию. 5-6 классы. Это специально подобранный возраст, когда лучше усваивается? Дело не в этом. Дело в том, что 9 класс сейчас дают УГЭ. То есть основный старственный экзамен. А 11-й то же самое. 10-й, ну, туда уже не все попадают и с 8-го класса. Поэтому остается, грубо говоря, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. И вот по насыщенности предметов, которыми они занимаются, определили 5-й, 6-й, как самые выгодные. А что касается процесса, когда лучше запоминать, есть такое понятие в психологии импритинг. Когда рождается птенец, первое, что он видит, это мать. И это его самое лучшее впечатление на всю оставшуюся жизнь. Вот ребенок переходит из начальной школы в среднюю, и вот как раз в 5-м классе будет одним из самых ярких впечатлений это самароведение. Оно ляжет на эмоциональный фон и останется ярким пятном на всю оставшуюся жизнь. Это очень важно. Неоценочный? Как факультатив он будет? Оценки, я думаю, где-то будут. Все равно смотрение школ. Мы не собираемся давить, и каждая школа будет сама решать, в каком виде все это будет делать. Но где-то оценки будут, где-то нет. Вы знаете, все-таки без оценок сейчас сложновато, потому что мотивация вещь такая. Поверьте мне, половина ребят не заинтересуется и не будет ходить, если не будет оценок. Ну, это просто чисто психология ребенка, когда, ах, оценку не ставят, ну, значит, можно прогулять. Он даже не знает, чего лишился, но... Прошу прощения, что останавливаю вас. Наше время подходит к концу. Огромное спасибо, что пришли. С телезрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите время с пользой и удовольствием. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова